Добрый день, дорогие друзья и любимые клиенты магазинов самогонных аппаратов Колба. Меня зовут Рудов Сергей, я руковожу обучением в нашей компании, а также веду для вас этот YouTube канал. Не так давно у нас на обзоре был концентрат ячменно-ржаной. Я рассказывал, какие напитки из него можно сделать и что с ним вообще можно предпринять. Сегодня мы протестируем этот концентрат, посмотрим, сколько действительно из него будет выхода. Мы поставим брагу с этим концентратом. Поэтому, друзья, в этом видео, чтобы сильно вас не нагружать, мы поставим брагу с этим концентратом, а также сделаем первый перегон. А в следующем видео сделаем второй перегон. Хотелось бы сразу с вами заранее поговорить, пока я еще не решил, как я буду делать второй перегон, на каком самогонном аппарате буду делать второй перегон, в какой конфигурации я буду делать второй перегон, на медной или СПН, рпн кули буду использовать может быть я буду использовать самогонный аппарат люксталь 8м может быть в n6 pro может быть в nreform плюс кто знает в любом случае пишите свои комментарии в какой конфигурации вы хотели бы чтобы мы сделали второй перегон этого ячменно-ржаного концентрата почитаем и выберем наиболее популярную версию потому что все-таки наши зрители хотят увидеть контент который хотят увидеть тут с этим не поспоришь поэтому в этом видео мы поставим брагу и сделаем первый перегон потому что он приблизительно для всех одинаковый концентратов а в следующем видео уже сделаем второй перегон но сделаем его так как хотите вы поэтому пишите друзья в комментариях как вы хотели бы чтобы мы сделали второй перегон этого ячменно-ржаного концентрата а я пока что перехожу на кухню для того чтобы поставить брагу так прежде чем добавлять концентрат в нашу подготовленную воду нужно немного подержать его в теплой воде не знаю что происходит но в нашем доме частенько горячая вода имеет вот такой вот желтый цвет она день то нормальная день вот такая конечно в такие дни стараюсь этой водой не пользоваться но сегодня ставим брагу тем более что мы не мыться вода горячая здесь вот такой вот лайфхак поэтому кстати я не рекомендую использовать воду из-под крана для браги и вообще для чего угодно что связано с употреблением в пищу потому что вот видите сами ну что это но тем не менее она подходит для наших целей сейчас смотрите смысл в чем концентрата очень и очень плотный то есть тут плотности выше чем в целом других концентратах ну на обзоре об этом говорил поэтому желательно полчаса его подержать вот такой вот теплой воде вода прям горячая давайте закрою крышкой чтобы может быть поменьше температура будет снижаться но надеюсь она растопится таким образом такой вот лайфхак написан на упаковке поэтому сейчас мы это сделаем и тогда продолжим так теперь все залили мы в бродильную емкость нормальную воду нормальную белую воду а не та которая мне из горячего крана течет наш концентрат надеюсь он нормально разжижился потому что я помню что их очень долго выливать вскрываем и собственно выливаем здесь у нас кстати 20 литров воды ну нет не особо он разжижился посмотрите какой густой но это что сразу надо чайник ставить кипятиться потому что точно придется поласкивать эту емкость для того чтобы полностью оттуда весь наш концентрат забрать так смотрите с горем пополам но практически все вылил теперь это нужно как-то перемешать мешается очень тяжело наверное надо даже теплую воду в теплую воду все это заливать потому что оно легло на дно и перемешиваться очень сильно не хочет давайте сейчас перемешаю и вернусь к вам и вот кстати как я и говорил пришлось заливать чтобы получить все остатки размешал да и то оно не до конца размешалось там еще внизу есть что-то как будто какой-то веном правда пристает к лопатке и вообще не хочет размешиваться но это неудивительно потому что я что-то не подумал задумался и взял холодную воду сейчас она когда дойдет до комнатной температуры давайте мы внесем дрожжи все-таки там уже что-то растворилось дрожжи сами нагреют брагу и там пройдут все процессы и все что там осталось на дне но собственно растворится в более теплой воде давайте засыпем дрожжи чтобы они помогли браге разогреться это у нас брагман виски спирит 7 дней и в принципе брага будет готова может даже за 4-5 дней спокойно будет готова но зависит еще от того насколько быстро они заведутся в холодной воде то они будут сначала спать так что думаю завтра где-то к утру у нас уже будет брожение не активное но более-менее будет брожение все ставим под гидрозатвор и ждем окончания нашего процесса а друзья не выдержал немножко и бахнул туда еще килограмм декстроза чтобы увеличить выход никогда это лишним не будет но думаю от килограмм декстроза хуже качество не будет но теперь все точно ставим под гидрозатвор закрываем и не тревожим до окончания брожения за четыре дня отбродила брага смотрите цвет какой красивый и так как у нас здесь составе рожь на брожение мы добавляли пеногаситель на перегон тоже добавим много не нужно прям несколько капель этого будет достаточно чтобы уже не было никакого пенообразования но на всякий случай все равно мы соберем самогонный аппарат вместе с диоптером пока будем собирать пускай самогонный аппарат разогревается для нагрева использую плитку индукционную это у нас айплет алиса три с половиной киловатта максимальный нагрев даем и собираем самогонный аппарат проверили нигде ничего не подтекает чтобы нигде ничего не капало что все было герметично пока аппарат подогревается максимальную мощность держим подставили уже приемную емкость и вот таким вот образом мы разогреем и будем гнать до самого конца пока в струе не будет ну примерно 5-10 процентов спиртуозности больше я думаю смысла брать не имеет заодно посмотрим какой выход из этого концентрата плюс килограмма сахара ну и самый главный вопрос у меня друзья в начале видео я говорил хотелось бы чтобы вы написали в комментарии в каком режиме и на каком самогонном аппарате вам хотелось бы чтобы я перегнал сделал второй перегон то есть что я имею ввиду под режимы можно в режиме комбо можно даже в режиме прямоток хотя мне не хотелось бы этого делать можно в режиме укрепления на одной царге можно вообще с каким-нибудь медным димротом перегнать можно на колпачковой колонии перегнать в общем любой вариант который вы хотите увидеть обязательно пишите в комментарии и я вам покажу а теперь продолжаем первый перегон и гоним до тех пор пока не будет 5-10 процентов струи единственное что покажу вам ближе к концу видео сколько получилось спирта сырца и скольки процентные так ну вот смотрите аппарат остывает вот сколько у нас спирта сырца получилось здесь у нас 3 литра 60 процентов здесь у нас 3 литра видите уже мутная здесь 35 и и здесь у нас около двух литров тут буквально 7 процентов здесь вот эту банку все наверное уже можно было даже не отбирать ну пускай будет мало ли какие там вкусы у нас остались интересные в любом случае не лишним будет на этом все друзья перегон первый закончен обязательно пишите ваши комментарии по поводу того каким образом сделать второй перегон пока пока become и Продолжение следует...